Вестимость знаков зодиака, в принципе, это похожие стихии, которые друг дружку подпитывают. Филимпиально просто. Значит, если мы возьмем землю, земные знаки – это телец, это козерог и дева. То есть это такие материальные, земные, устойчивые знаки. Это знак земли. Значит, какая стихия делает земле хорошо? Конечно. Значит, соответственно, идеально они совместимы с водными знаками. То есть это у нас рак, это у нас скорпион и рыбки. Да. Соответственно, также хорошо совместимы огонь с кем? С воздухом. Потому что воздух огонь подпитывает. То есть это как бы понятно. А вот интересно, что получается, когда встречаются знаки зодиака, совместимые сложно. Если встречается земля и воздух, предположим, что будет? Сложно. Воздуху. Кому нет? В земле сложно. Сложно будет в земле. Потому что воздух ему устроят такие ураганы. Воздух ему устроят такие суховеи. Сложно будет в земле. Если встречается вода и воздух, кому будет сложно, никому не будет сложно, они просто не будут соприкасаться. Они будут так существовать где-то на горизонте. Иногда встречаясь, оба такие достаточно прохладные. Да, где-то так оба независимые. Сделают друг дружки ручкой. А вот если встречается огонь и земля, кому будет плохо? Земля. Нет, ребята. Огню. Потому что эта земля, этот огонь закопает вообще почем зря. Вообще закопает. Ну, если встречаются знаки зодиака с одной стихией, то это с одной стороны очень хорошо, потому что, по крайней мере, они дружку понимают. Но с другой стороны, если уже там случаются бури, там уже такие бури в стакане воды, что мамы не покажутся. Так что тут, опять, скажи с точки зрения, почему их разделили земля, вода, огонь и воздух. Чтобы было понятнее и понимать причину столкновения во время взаимоотношений. Очень сложно. Огонь и вода еще. А, да, конечно. Потеряли огонь и вода. Но там, конечно, огонь и воду, аппетит почем зря. Кипящий чай, когда выкидывали. Да, да, да. Вот, 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 вот это мои друзья, которые, она рак, а он стрелец. Эта похлебка бурлит непрерывно. Они уже сколько лет, 10 вместе. И там, они все время бурлят, там все время идет парс. Совершенно верно. Брыжут оба, причем во все стороны. По-моему, там уже не вода, а кипящее масло получается. Ну, очень другружка любит. Это очень во многом подходит. Окей. Еще вопросы есть по совместимости? Нет. Хорошо. Хорошо.